Здравствуйте, извините, а я вот первый подходил, мне сказали, что с пяти часов они работают, можно я как бы, ну, я здесь никого еще никто не занимал. Так, да, здесь левые, так, до 14 и 16, до 17, а сейчас сколько времени? Да, сейчас 16.33, по-моему, если меня правильно показывают. Ну, ладно. Ну, можно я зайду в первый? Да, можно, можно. Да, я эгоистичный такой, простите, я просто в туалет ходил, блин. А я так была за вами. А там вам сказали, что перерыв? Нет, мне не сказали, я зашла на Розатару, не стараюсь прочитать обновление, я стараюсь учтую. А я зашел, мне сказал, здравствуйте, а мне сказали, с пяти часов работает, я подумал, что-то... А, понятно. А, понятно. Ну, короче, ждать полчаса получится. Получится, получается. Сейчас очень здесь. Да, полчаса. Вот так повезло нам. Ну, главное, чтобы снимок сделал, мне главное, чтобы легкий снимок сделали. Я заболел, я заболел, что-то, знаете, кашель. Ну, если не хотите, я не буду рассказывать. А то негатив и так много. Хотя бы один раз сделать снимок. Я проболел уже давно. А вы по какой? Тоже снимок? У меня в руке. В руке? В руке. А, в руке. А вообще, вот как вы считаете, поликлиника, она помогает вообще людям? Я вам честно скажу, я в нее не хожу. Да? Да. Я сегодня пришла к своему участковому врачу, а она меня даже не знает. Даже не знает? Даже она меня не знает. И вы знаете, вот, она посторонних вызывает людей, а она меня говорит, а вы посидите. А я потом уже, когда на ней эта квартира, я приходила и говорю, а я же ваша. Ну, почему со мной так обращаетесь? Я же на вашем участке. Я не хожу, она меня не знает. Я у нее спросила, что я могу кушать у врача. Она даже не знает мне, что сказать. Не хожу, я к ней не пойду. А вот пройду все врачи. Для себя. Для себя пройду. Пусть они у меня там. Ну, в общем. А так я к ней не хожу. Они, наверное, выписывают глицин, там, да? Чем-то такое. Таблетки. Вы знаете, я и таблетки. Я вот... Ну, если... Ну, сильно тоже увлекаться таблетками. Ну, глицин – это просто пустышки, которые почему-то считаются у нас чем-то приносящими в какую-то пользу. На самом деле, они пользы никой не снесут. Вы знаете, да, я вот... Вы знаете, вот я вот... Вы знаете, вот я уже больше десяти лет к ней не ходила. Угу. Вот. Вот. Вот я пришла. Вот я пришла. И вот у меня заболел желудок. Я говорю, что-то меня всю скололо. Я говорю, что я могу покушать? А она даже мне не сказала. Даже не сказала? Даже она не знает, что. А какая фамилия? Вы помните? А нет. Такая старая уже. И даже не хочу. Да, я тоже не хочу вспоминать. Я тоже не хожу к терапевтам. Я вообще уже не хожу. Ну, если еще молодой, я тоже старая. Да, просто у меня... Знаете, сейчас у молодых, как у старых, букиоцетов. Вот просто в советское время было более... Я слышал, сбалансированное питание и медицинской помощи. Поэтому советские люди более здоровы, чем после перестройки, когда буржуйская жизнь капиталистическая началась. Тогда вообще еда плохая стала, медицинское обслуживание. И молодые люди сейчас как старики болеют. Ну вот у меня... Ну ладно, я не буду вам. Вы знаете что? Вот я считаю... Вот я... Вот я здесь живу в городе... Это там... 61 года. Угу. Ну, раньше у нас продукты были очень хорошие. Да. Качественные все. Вот вы знаете, вот все было вкусно. Натуральное и молоко. Сейчас натурального ничего нет. Ну, конечно, я в магазине молоко покупаю. Я покупаю молоко. Но я в магазине не еду, не ем. Я не покупаю ни сосиски, ни сардельки, ни это самое... Ни сыр я не покупаю. Ну, что он... Ну, ну... Это сырный продукт вообще написано там. Настоящий. Оно, во-первых, невкусное. Вот я куплю сыр. Ну, может быть, конечно, если он по 700 рублей, он может быть вкусный. Ну, да, такой дорогой. Бакрама. Я не могу себе покупать. Простые... Да, мы простые русские люди не можем позволить. Я покупаю мясо и сама все с мяса готовлю. Да. Буквально все. Вот. Ну, да, как моя бабушка вроде бы. Да. Она тоже советский человек. Вот мы... Да. У меня... У нас свой огород. Да. Как у моей бабушки, да. Вот. У нас... Вот я мясо купила, а остальные такие огородные. Ну, вот, что я первое не сготовлю. Я все время второе готовлю. Ну, и котлеты делаю, и хлоп я делаю, и блины я стряпаю. А вот магазины я не покупаю. Да, правильно. Я не покупаю. Да. Правильно. Да. И вот я такой человек запасливый. Вот как-то мы жили, или, может быть, вот эти 90-е годы, что в магазинах ничего не было. Мы как-то мешками покупали. И я по сей день... Я килограмма, но ничего не покупаю. Ну, горох... Вы оптом покупаете? Ну, мешком. Ну, да. Да, мешком. Вот сейчас там подешевле. Магазин хороший. Магазин хороший, да. Там подешевле. Там подешевле, да? Да, там подешевле. В реальной жизни вот продавщица... Вот сейчас, например, редко бывает хамят продавщицы или просто госслужащие. А вот, например, милиция была добрее, чем сейчас полиция. Как вы думаете? Или такая же? Ну... Вы знаете, что раньше, мне кажется, вообще-то люди были все-таки намного добрее. И вот воровства не было. Вот этих взяток не было. Да? Вот этого ничего не было. Коррупции не было? Нет. При советской власти ничего вот этого не было. При советской власти ничего не было. Вот, вы знаете, я работала главным диспетчером, ну, бывшей стеклянной, вы не знаете. И... А вот когда едешь, УПП, вот на тройке на автобусе, вот УПП, потом еще одна остановка, потом там крас старый стоит. Вот я сейчас здесь работала. Вот в этом хозяйстве. У нас столько машин было, много. Очень много машин. Но, вы знаете, никогда никакого хамса не было. А вот еще вопрос. А разводы были частым явлением в семье или крепкие семьи были? Вы знаете, что? И разводов было намного меньше. Да. А потом хуже пошли. После девяностых, да? Или восемьдесятых? Да, даже после девяностых вот эти девяностых вот сюда, да, вот. Да. Вот я как-то сидела на работе и сама сидела. Всех своих женщин передала как-то. Вот я сидела. Вы знаете, у молодой женщины, чтобы дети жили благополучно. У всех происходились. Или парень там у нее, или девчонку у всех. А вы замечали, что вот когда семья, где крепкая, там, воспитывают, где и муж, и жена, а есть, где только мать, допустим, и бабушку, и мама, и бабушку воспитывают. Судьба детей отличается сильно. То есть, как бы, у них разные. Знаете, что? Лучше тем, у кого крепкая семья. Я сейчас вам скажу. Знаете, что? Вот, раньше мы жили, вот, сами себе. Вот я сюда приехала. У нас здесь стариков вообще не было в городе. Одна молодежь, да. Одна молодежь. Стариков вообще не было. Но, во-первых, мы, вот, не пожалели с него. Мы уже девятнадцать домов мы родились. Вы знаете, вот, может быть, даже в другой раз что-то мы и подскандалилили, и еще что-то. А просто нам, может быть, деваться не было бы. И мы, может быть, еще вот это вот было. Осуждение общества было, наверное, еще когда разводились или нет. Ну, нет, конечно. Может, это просто с старских времен остались традиции какие-то вот еще. Ну, а теперь сплошь и рядом. Сейчас вообще нету семьи практически. Знаете, я в Москву приезжал, девушки, там, знаете, крестный, мужик такой, типа, брутальный, который представился крестным. А на самом деле он у себя на странице пишет, что он воинствующий атеист. И он, типа, против Запада, там, все такое. Он ненавидит западных людей, там, их обзывает. И он, короче, знаете, что говорил? Он говорил, что я не подхожу для его девушки, я не курю, не пью, я не был агрессивным. Я был, ну, необорот, ну, я интеллигентно так немножко выглядел. И он говорил, ненавидел меня за то, что я с ним не выпил, не покурил и за то, что я не дерусь. И он говорил девушке, что на ее месте он бы занимался, а ей там 18 лет было, что бы на ее месте он бы занимался сексом, как спортом, менял парней, как перчатки. И что я не достойный вообще, и что я там поразил и все такое. И он говорит, он как бы, ну, а я художник. То есть, получается, он вот так приучил, и он внушал и всякие гадости про меня, и плевался в окно, и курил, пил, и хотел, и меня ненавидел, потому что я ушел вообще. Ну, я ничего ему не сказал. Для него, как бы, настоящий мужик, это тот, кто выпьет с ним, и он прямо мне сказал, если бы ты был настоящим мужчиной и достойным вообще, то ты бы схватил стул, выпив, выпив путинку, алкоголь, и разбил бы бошку мне с криком, с мать, и заматерился, то есть, как настоящий мужик. Вот представьте, в Москве вот такое, и как, как можно такую вот семью, и эта мама ее вызвала, этого мужика, чтобы он меня проверил. Вы знаете, я просто не стал с ним пить, но если бы я выпил, может, они бы приняли. Сейчас еще время такое, вот какое-то вот, я не знаю, вот мы с ним прожили очень хорошо, мы с ним прожили 45 лет, вот он, его правда сейчас нету, он умер. Вот, вы знаете, у нас вот один сын, ну, вот он видел, какая наша семья, но он совсем не такой. Да? Да, сын совсем не такой. По клубам ходит там, наверное. Вы знаете, не то, что по клубам, ну, в общем, совсем. Значит... Ну, по моде пошел, модный. Да, но он, он уже из возраста, ему уже 51 год. А. Он, все равно, вот, он не такой. Вот мы, другой раз, он на меня, вот, ты жила в деревне, что-то там видела. Я говорю, я, может быть, того не видела, а что вы тут видели? Ну, а что ты больше увидел, чем я? Да, правильно. В городе хуже, чем в деревне. Я, это самое, не знаю, я, жить, 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 надо друг другу уступать. Да. Вот я всегда. Как христианство учит. Я вот внучке своей не позвонила. Вот что, у меня внучке 27 лет. Замуж она не вышла. Не вышла? Да. Закончила она институт. Зато карьеру сделала. Работает она, да. Родила ребенка. Вот девочке сейчас 5 месяцев. А, родила ребенка? Родила ребенка. Во сколько? Ну, 27 лет. А, ну, все-таки родила ребенка. Вот она как-то забеременела. Я пришла, она ко мне, баба, так и так, я это самое. Я говорю, Юля, знаешь что, ну, конечно, ты уже возраст, ты уже осознанная мама. Ну, а как ты будешь жить? Ну, есть это самое. Этого мужчину, с которым она сотворила ребенка, он ей не нужен. Он ей не нужен? Он ей не нужен. Она, она говорит? Да. А почему он не нужен? Он пилет, курит, он поднимает руку, нет? Нет. Да, они не жили вместе там, так маленько. Он просто раздражает ее, да? Вот. Просто своим присутствием. Вот не к душе он ей и все. Да, да, да. И моя мама тоже. И ни один мужчина не подходит. Даже мой отец, они похожи как брат и сестра. Мой отец тихий, спокойный, не курит, но даже он раздражает. И все раздражают. Это такой вот, как бы… Нет любви, наверное. Нет, просто у них нету… Они не могут ни одного мужчину, ни одного вообще человека рядом с собой. Они просто вот одни. А я ей говорю, Юлька, ты такая вредная. Это ужас какой. Я всегда ей говорю. Вот, им надо командовать. Им надо командовать мужичиной, да? Я говорю, ну вот смотри, я с дедой прожила. Я дедой всю жизнь прокомандовала. А, вы командовали дедом, да? Конечно, я всю жизнь им командовала. И он нормально сейчас? Да, у меня очень хороший мужик. И он был под моим пятом. Под пятой был. Ну это да, мой… И вы знаете, мы прожили, мы прожили хорошо. Мы прожили не бедно. У нас все было. Ну вот и было все под моим руководством. Он вас слушался, вам деньги давал, все в зарплату? Конечно. Жировка всегда была на этом. А он пил, курил? Нет. Нет? Нет, 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 нет. А она как бы не могла найти такого же себя мужа, как вы нашли? Ну, понятно. Вот он может быть такой, как мой муж. Вот им командовать. Но все равно она недостаточная. Я говорю, Юля, ты командор. Мы командуем. Командуй. Я говорю, не может жить два плюса или два минуса. Надо, чтобы и плюс, и минус. Нет, смотрите, а если бы мужчина командовал женщиной, то его бы заклеймили тираном и оклеветали бы в том, что он якобы руку поднимает на нее. И все такое. И вызвали бы в нюансы. Вы знаете что? Не принято сейчас, чтобы мужчина командовал. Я, например, муж на меня руку никогда не поднимал. И я понятия не видел. Вот я даже вот говорю, он придет с работы в другой раз. И я всегда его встречу. А. Вот без зазрения совести я ему скажу. Он в другой раз ушел с работы и вот так вот ногу поднимает. Я ему сапоги расстегнула молнию. А. Да? Вы знаете, и он точно так же вне. А. Нормально. Он утром встает по выходу где-то. Он уже с подносом мне уже в постель несет еду. Я говорю, ой, да я еще не умылась еще в постели. А он говорит, а я тебе сейчас пряточку мокру. А он же, ну, умер как бы, да? Умер. А во сколько лет примерно? Ему было 72 года. А сейчас знаете, ну да, мой дед примерно тоже где-то в 70 с чем-то умер. Он тоже такой погладистый, но это не родной дед, он тоже. Бабушка очень истерична, очень агрессивна и контролирует. Она как бы, не знаю, постоянно кричит, а он молча так, знаете, он такой добрый всегда был. Он на заводе проработал, и он курил с подросткового возраста. А вот вы не считаете, что советское правительство пропагандировало алкоголь и сигареты через телевизор для населения? Все-таки это несправедливо было немножко. Но оно деньги за себе собирало через налоги. Вы знаете, вот я телевизор смотрю очень мало. А, в деревне не смотрели телевизор? Ну, я в Зиренье уехала в 18 лет. А в это самое, у нас там, впрочем, у нас даже еще телевизора не было дома. А сюда я приехала, у нас был телевизор. А вот сейчас, вот в предднее время, я его не смотрю совсем. Вот утром я встаю, ну, я не работаю, я ногу, и в 9 встать. Я встаю, я там прибралась, помыла, все делала. Ну да. А телевизор мне по сколько? Правильно. А там там смотреть нечего. Вот я другой раз по каналу пощелкаю, пощелкаю. А мне так посмотреть даже неинтересно. Да, там одну гадость показывают. Я другой раз говорю, и я уже отупела совсем. Нет, наоборот. Наоборот, если вы не смотрите телевизор, вы, наоборот, умные. Да, я тогда возьму лучше и посмотрю. Это про зверей. Да, правильно. Вы умные и правильные. А вот есть многие взрослые люди, которые считают, что если ты не сможешь телевизор, то ты ее ограничен. Мне прям бабушка так сказать говорит, что ты тупой, телевизор не сможешь смотреть телевизор. Там Путина новости, там, про одно и то же пропаганду. Новости я смотрю. А, вы смотрите, смотрите. Новости я смотрю. Я вечером новости. Я телевизор в 4 часа только включаю. Одним я его не включаю. А вот скажите, а муж вашей дочери, он как бы элемент платит? Ну, за ребенка. А он, вот это, внучки моей? Да. Да. Вы знаете что, у него еще теплится надежда, что они сойдутся. И вот он сейчас уехал в Новосибирск и хочет там уволиться из Новосибирска и приехать сюда. И вот она его ждет. Она его ждет? Она его ждет. Ой, вот он приедет, будет с ребенком сидеть. А он сидит с ребенком. Ну, а он все равно будет элементов платить? А поскольку он, примерно, платит? Он девочку признал своим. А поскольку он элементов в месяц платит, вы примерно не знаете? А вы знаете что, я не могу сказать, сколько он элементов платит, но в зависимости какой заработок. Ну, да. Вы знаете, Сечин, например, развелся со своей женой. То есть жена Сечина, самого богатого олигарха, ну, одного из самых богатых олигархов в России. Ей как бы не понравилось, что он там миллиарды зарабатывает. Ну, чем-то не понравился такой человек, понимаете? Да. И он теперь ей платит огромные алименты. И она как бы... Это я знаю. Это я, вот, в другой раз в новости смотрю хочу вижу. И Сечин, он может знаете что... Нет, он не богатый, но он работает на это самое, на предприятии, на государственном. У него в этот, в Красноярске, магазин свой. Да? Да, да, да. Он... И я его видела. Видела я его. Несколько раз я его видела. Ну, и мне кажется, он такой и неплохой человек. Я ей говорю, Юля, вот ты посмотри, он такой покладистый. Он не злопамятный. Да. Ну, я говорю, слушай, вот он приезжает. Девчонка-то, он хоть целует меня, может? Я спрашиваю. Да. Она говорит, да, целую. Он ей может пойти попу помыть и памперсы. В общем, как отец. Но при этом алименты платят. А они церковный брак или гражданский? Нет. Гражданский. Нет. Вы не религиозные вообще? Нет. Мы нет. Мы нет. Ну да, советские. Дети у нас крещеные, но мы... Дети крещеные. У меня сын крещеный. А вот можно еще вопрос задать? А вот вы считаете, что революция, которая была и коллективизация, у вас были предки, которых раскулащили или согнали в колхозы? Или они добровольно пошли? Вы знаете, что я здесь не могу сказать, но я... Да. Вот я только по слухам, у нас в деревне вот сказали, что у меня дедушка был, но он был не кулак, но у него была своя... А что же то у него была своя? То ли мельница. Мельница, да. Вот что-то было вот свое. И вот не ли мельница. Вот. Я вам не скажу точно. Но он жив остался хоть? Ну так это я еще маленькая. А, да. Да. Это же в каком году-то было. А вот про войну вам рассказывали родители, вот... Гитлер же напал, да, на нас, и он плохой, это не оспаривать. Да. У нас отец воевал. А он выжил в войне? Да, он был на войне, он был на Курской дуге, он был, да. И он выжил? Он с войны пришел, да. А у меня, а у меня всех убили там, убили где-то. Он пришел с войны, он пришел с войны в 46-м году. Война в 45-м у нас закончилась, он дошел до Германии и они восстанавливали Германию. А. Он там вот. А потом он уже приехал сюда. А у меня, короче, когда дед возвращался назад с в войну, из Германии был снайпер, подстрелил просто. Бабушка рассказывала. Вот. Знаете, конечно, мы в то время были совсем не такие. У нас ум такой. Может было много чего это самое расспросить. Во-первых, мы какие-то были туповатые в этом деле. В полиции мы вообще не везли. Вот другой раз, вот я помню, мы в деревне живем, мама начинает стирать вечером. А раньше-то вот эта доска стиральная была. Вот. А мы на полу сидим. А он нам про войну рассказывает. Угу. Ну вот. Вот. .